бят всем огромный привет ну что у нас сейчас макияж в каком-то приличном салоне который называется арт креатив почему говорю на зоне во первых он уже выше классом то есть достаточно дорогой расположен близко к центру но и в названии предполагается да как бы зашито что-то креативника плюс в опциях разных услуг есть непосредственно креативный макияж стоит несколько дороже я выбрала вечерний ну потому что креативно это что-то скорее всего со стразами перьями сейчас на месте уточним то есть сегодня у нас точно не тот вариант когда могут сказать ой это не концепт салона какие-то использовать яркие оттенки или там двойные стрелочки или что-то такое необычное графическое только коричневый это точно не давайте проверим оправдается ли наши ожидания за 5 500 я думаю точно должны такой чай мне принесли без всего в общем я подхожу мне говорят я из-за вас приехала в москву этому что такое в общем спросил нужно ли поснимать сразу сказали да расскажите почему приехали москву приехала потому что выходили во многих салонах например я из города уссурист это приморские края дальний восток и у нас очень люди помешаны на гигиене на профессионализм и всегда нам говорят вот идите учитесь москве нужно учиться то а по факту приезжая в москву то ничего не умеет правда ну ноги у вас кремчик да солнцезащитный крем надо его стирать и все надо стирать всегда даже если вы только две минуты назад из дома вышли экология отнюдь у нас не самое лучшее поэтому обязаны всегда протирать лицо я переживаю просто за солнцезащиту сделай мне тогда хорошо солнцезащита спасибо так у вас такой прям кейсик если ним ну что-то тут даже есть диор палеточки здесь смешбокс эстелаудер кисточки чистенькие красота и какие-то палетки а как вы к цветным макияжем относитесь в этом году все я обожаю сегодня у меня самое яркое то к сожалению только вот самое яркое можно найти что-нибудь такое тогда как скажете а давно вы макияжем и занимаетесь лет пять-шесть пять-шесть но уже такой срок в общем лучшее образование можно сказать макияж сейчас тогда найду какую-нибудь фотку вместе можем выбрать без проблем вы то есть нормально относитесь к графичный элемент если то две стрелочки такой можно теперь наносим вот этот увлажняющий крем эмбриолис питательную увлажняющим очень хорош вот скажу большая склоны к сухости или жирности летом мне нравится знаете когда снова незаметно насколько можно то дата чтобы он не выглядел как штукатурка красиво кожа была сквозь него то что не надо не видно но при этом лишнего тоже нет сейчас можно лицо с ним вы так тепло одет и не жарко нет кстати продувает хорошо просто нервничаю ничего не нервничайте спокойствие хотя четыре года проработала модельном агентстве и столько пережила скажу да правда расскажите в москве работали в уссурийске в уссурийске это рядом расскажите что там с вами какие приключения были наверное самые были интересные это когда ограниченное время и большое количество моделей и просто никого не волнует как ты это сделаешь но красили модели на прям такая должность визажей с модельном агентстве да и были и детки которые тоже могут усидеть долго нужно быстро быстро все сделать разумеется все должно быть красиво не перегружать это вот как бы все нужно было знать и делать это оперативно вы то сказать цветный макияжем прям супер относитесь хорошо смысле или жила по крайней мере именно так например вот с такой синенькой галочка есть красивый тут наверное может подводка до синяя нужно это синий подводка нужная а у нас синего нет зато и желтый желтый фиолетовый уже обидно стало у меня и джеффри старый раз я бы вернулся сейчас так очень грустно я готовлю готовились что приду да я ко всем было готова ну и сегодня как готовились ну как готова все купил разумеется у меня даже не басили с собой но собой конечно не будешь носить если вы видели с каким языком у меня зашла он уже висит на c20 килограмм это что-то выносит вот мне кажется вот этот кейсик больше весит нет он очень легкий я его как раз и взяла чтобы было удобнее вот так раз достала не поставил до этого у меня были маленькие корзиночки в котором лежали один тональный крема ты достаешь все падает это время время просто он выглядит очень объемно но не супер вместительный нет очень легкий тени было на палетке то самое главное если вот такой смотрите фиолетовый есть у нас здесь вроде бы нет особо подводок но я просто могу не видеть нюансы вот такое что-то кошачий глаз с фиолетовинкой сделаем да супер как раз недавно его пыталась сделать получилось честно сказать не очень немножечко грустно вышло у нас но по-разному всегда бывает поэтому интересно как вот этот макияж в приличном варианте на мне будет выглядеть это у нас база вот две базового промо клап мы поверх увлажняющего крема разумеется увлажняющие со светоотражающим и у них есть такой легкий спрям сильного спрям у меня нету к сожалению но есть легкий спрям и также тональный крема в который тоже содержит себе небольшой спрям а там написано что они спрямую на коробочке все написано просто сейчас летом не кажется если за жизнь очищает клиенту лицо то есть снимает его по то обязательно должна быть какая-то компенсация защита она беленькая такая она потому что у нас прозрачный когда впитывается успела до пяти то есть это у нас почти два часа полных на макияж супер обычно быстрее даже делать обычно классно а учились где тоже у себя все училась и дальше проходила уже онлайн курсы и мне все самого начала было интересно делать именно яркие образы не какие-то там коричневые 33 оттенка нюда мне всегда было интересно делать именно все яркое такое вот и еда когда отучилась и сразу же в моей модели это были какие-то фиолетовые макияжики это были какие-то розовые там зеленые синие стрелка со стрелкой на я старалась как-то плюс минус а видите соцсети какие-то до instagram виду не честно говоря забросила с этим и пеном хотя мне уже пишут даже в отцапе там когда где что произошло и уже я москве всего год поэтому нужно чуть подключиться и снова войти в калию да да супер но я надеюсь мое видео вам поможет что если вы вспомните какие-нибудь истории с какими сложностями например раз столкнулись при переезде москвы есть такое как визажист до завышенные были ожидания от дохода да потому что мы когда смотрим же например в том же авито там везде пишут от 80 тысяч там от 100 тысяч и разумеется ты приезжаешь и думаешь о как раз для столицы 80 тысяч начала это но а потом ты приходишь и тебе говорят выход две тысячи ты такой ну ладно если 80 тысяч выход 2000 подстраховочные как их еще назвать а по факту и тупо на выходе живешь на выход 2000 и пересечет нет либо выход либо клиенту смотря что перебьет то есть если например пришла в клиент из них получил по 1000 рублей 2000 да и еще один пришел 3 тебе платят и если 2000 не перебил это он заработал с клиентов 1700 тебе платят верно в общем стартовый заработок довольно сложно дается до после переезда когда еще у своей базы клиентов нет но 2000 выход где-то 22 рабочего дня то есть это 40 15 рабочих дней 30 тысяч в москве визажист зарабатывает а работаете на своей косметике возьму два тональных крема то есть оба я надеюсь я правильно произношу и миша корейский 21 до чего мы смешиваем смешиваем получается это матовый тон он легкий а здесь он такой нейтральный тому не матовый не глянцевую какой-то родной свой скажем так то вот и смешивать для того чтобы поры сильно не упала и для того чтобы осмотрелся на лице как вторая кожа поэтому беру как биби крем считается чуть-чуть его потому что достаточно плотно и на оба он достаточно легкий и марта хорошо в общем для того чтобы получить идеальный финиш как бы да вот нужно нам то есть в меру матовый в меру сатиновый честно говоря я как художник никогда не могу смешать один тональный крем и бывают такие моменты я смешиваю 5 и у клиентов просто истерика ну давай еще два осталось давай еще один одноразовые губки я покупаю на алиэкспрессе буквально стоит около 1000 рублей но они одноразовые одному клиенту использую выбросили потому что спонжики не каждый может иначе странно эти два тональника они светленькие я сама белокожая чтобы не было эффекта маски вот я всегда смешивают примерно два таких вот тональных крема чтобы они на коже хорошо смотрелись и вот как раз для белоснежек через год лучше с заработком дела обстоят скажу первое время работала в двух салонах два на два абсолютно без выходных я себя вообще не щадила знаете когда есть клиенты время как-то быстро проходит и быстро-быстро 1 2 3 уже восемь часов а там обычно с 10 до 10 например график а если ты сидишь с 10 до 10 сидеть честно слово надо просто смерть какая-то и вот сейчас я работаю в одном салоне 22 а вот других местах я работаю под запись например как здесь здесь уже ценник пять пятьсот он такой уже нормальный нормальный туда кстати еще включены реснички не будет такого что сразу доплата еще то 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 уже сразу я тоже видела что многие блогеры и жалуются именно по этому поводу потому что они предупреждают а извините придет обычный человек ему говорят с вас еще сверху 1000 рублей это слишком накладно то есть мы такими как будто вбивающими движениями да и одноразовая губочка мне что нравится это именно форма что можно подойти вот так можно подойти вот так когда пытается вот такое яйцо просто засунуть в глаз это очень странно это точно многие кстати пытаются еще орут на меня если глаз моргаешь а ты даже просто боковым зрением если видишь эту бандуру но и она касается она не может не касаться потому что ей не подлезть то глаз но рефлектор на начинает закрываться при этом за открыть вверх открыть вверх блин нормальные инструменты сначала потом варите одной стороной наношу где тональника второй я растушевываю чтобы не было никаких излишков я просто вижу что вниз то смотрите поэтому я же переживаю что же заинтересованно в глазик не попасть потому что мне кажется у вас плюс-минус кожа как у меня очень чувствительные глаза очень чувствительные одно попадание можно например быстро остановить чтобы глазки слезились а бывает такое что приходится долго останавливать да это точно у меня кстати самый проблемный продукт в моей жизни косметической это типа как мэри лу что это за фирма мэри лу хайлайтер который полукремовый а вот добавим кажется и вот у них есть кремовый хайлайтер обалденного золотистого такого металлического цвета но при этом он не как вот ну более дешевые какие-то продукты за 300 рублей вот есть массовые такие золотистые но у них про металлический финиш а у этого он такой прям блестящий при этом как будто блесток нет то есть он интереснее не не делает кожу рептилии очень красивые и я его хотела для глаз нормально можно накрасить аккуратно но если в процессе эксплуатации просто вот чуть-чуть заслезился глаз и получается слеза на границе глаза где-то застревает и немножко получается захватывает продукта и в глаз видимо его переносит немножечко его потом в течение дня попадает глаз я просто вообще такого жизни не видела что может просто 20 минут слезы бегут то есть огромное количество вот так вот слез просто мокрая грудь у меня так в спортзале случилось еще посреди зала я бы не могла выйти просто потому что я не видела дверь и я стою рыдаю на меня уже все смотрят и у меня вот реально просто вот так вот льются слезы градом как будто я на взрыв плачу представляете какой ужас я не знаю теперь куда его деть потому что для лица он слишком как будто бы желтоват а для глаз был бы идеально все мне вот так жалко вот лежит я на него смотрю и вздыхаю думаю как могли такой состав сделать не протестировав коллектор принципе можно и под бровь наносить еще как-то то есть он в принципе в любой части лица может находиться мне кажется это вообще не должно быть то есть у меня такой единственная жизнь ни один другой продукт такой реакции не вызывает кислота там или что какая-то кожа вот с этим составчиком красиво смесью двух основ такая очень ровная светлая при этом это наверное для светлых девочек просто боль я помню как ты взяла модель она пришла ко мне первое что она мне сказала говорит это первый мой тональный крем который совпал с кожей что до этого как-то эффект маски оранжево еще что-то особенно нравится в трэш-обзорах когда да потом сравнивается с предыдущего раза клина ресничков наверно да я просто не буду его отдирать если вы его не смыли значит там что-то на мертво потому что гидрофильным маслом у вас если он не смылся значит отпадет позже на глаза тоже основа тональ да а как решили визажистом стать честно говоря мне так нравилось себя красить я делала на себе абсолютно разный макияж а у меня глаза круглые достаточно есть мне могло подойти много чего скажем так а когда красила подружку он им не шел я говорю во мне идет макияж просто я не могла под их глаза что-то придумать сделать и мама сказала так нужно тебя отправлять учиться я вижу что тебе нравится там уже в какой-то момент после института начались проблемы с поиском работы везде нужны опытные мама увидела что я люблю красить она давай так я тебя отучу а на косметику ты сама заработаешь вот я одета подработками где-то где-то зарабатывала на косметику она мне оплатила обучение не было разочарования когда начали с клиентами работать и ожидания реальности хорошая палетка от кика вот она именно холодненькая есть немножко конечно и бронза наш холодный цвет скульптора и хайлайтер вот именно для светлых девочек а вот для бейкинга есть что-нибудь я всех прошу сделать мне коррекцию как у кардашья есть для бейкинга тут прям жесткий бейкинг я не использую потому что так же с кожей вот остатки роскоши это вот стоит стоит так дорого они могли придумать то чтобы не стиралась стыдно за нее вот такой вот светленький я использую как светлые подглазки тут раньше был как бронзер как бы есть хайлайтеры тоже бронзер который сиящий румяшки мы сможем мы сделать если конечно чтобы плавный переход светлого в темный обратно хорошо спасибо потихонечку на ноги конечку конечно это обязательно лучше я на слою еще раз чем я потом буду думать как это стереть смыть что сделать бывает такое до клиента так прикоснешься и просто черное пятно быстро поэтому потихонечку аккуратненько посмотреть как среагирует также еще по кожу по типу кожи то есть мы нанесли тональный крем если например у девушка говорит у меня очень жирная кожа но обычно это видно когда слишком расширенные поры конечно я еще запудриваю но здесь я лучше использую скульпторы и ими как раз все и запуду и могу два смешать самое главное это наслоение что в тенях что в скульпторе всегда наслоение потому что второй раз который порочки мы пропустили мы их точно настигнем получается именно из-за наслоения равномерно да и равномерно и цвет конечно чем больше наносить будет цвет более насыщен и так далее но разумеется если мы взяли как например эту палеточку она легкого прямо но мы не поставим жестко добьемся того примерно что нам нужен слишком ярко не смотрим и я делаю всегда среднего что-нибудь среднее чтобы она смотрелась плюс-минус когда мы сделали макияж глаз и нам нужно добавить еще то лучше я добавлю еще после макияжа глаз потому что когда глаза у нас яркие мы уже смотрим хватает нам скульптора или не хватает а часто бывает наслают наслают наслаивать и утрошечку просто переживаю за время поместимся просто обычно еще когда рассказывала больше занимает я уже научилась определять успеем или не успеем потому как мы делаем одну зону потому что иногда некоторые визлежисты они могут очень много внимания ну тоже растушевки уделять когда уже разницы нет но типа 95 процентов и дальше уже с каждым лишним процентом нужно во много раз больше времени чтобы дошлифовать этот нюанс который никто не видит кроме нее и вот мы стоим шлифуем 96 шлифуем там 97 и так далее и уже просто потом на остальное остается вот так вот времени и делаем тепля быстрее быстрее там типа 70 процентов макияжа потому что 80 процентов времени потратили на то что никому не видно можно у вас вот спросить может совет какой-то вот я не медийная личность я знаю что мне нужно больше на камеру работать и так далее свои образы макияж пока вот как перебороть себя да можно не перебороть просто надо понимать если то что вы делать привело вас к текущему результату и вы ничего другого не предпринимаете то результат не изменится то есть для того чтобы был другой результат надо пробовать другие инструменты просто если это не зажигает что вот попробовать там снять какой-то классный рил запустить посмотреть реакцию так далее то ну чего сидеть на том что есть тогда взрослая позиция не детская что вот случится волшебник на голубом вертолете там что-то в моей жизни изменит а вы понимаете что если что-то не устраивает все берем тетрадь пишем план действий что конкретные шаги вы можете предпринимать каждый день несколько раз в неделю чтобы принципиально изменить ситуацию и вот по ним идти самое жуткое это вот время терять когда туда-сюда уже пенсия уже и здоровье не той силы не столько но уже сильно сложнее ты думаешь чего этом сидела вот это вот раздумывала что-то не решалась ничего не меняла вот реально это большинство из нас этот синдром имели который чуть-чуть все равно подспудно что бы она немножечко само собой образуется вроде как идет все устраивает вот о чем-то мечтаю вот щука когда-нибудь появится все сделано должно быть вот так вот все записать план действий разбить его на пункты конкретные писать в свое расписание смотреть на какие-то успешные примеры что они делают это вставлять себе в свою жизнь списывать реализовывать смотреть результат если как бы результата нет но пробуем еще то есть тоже такая глупость продолжать делать то что не приносит эффекта робом по-другому меняем чуть формат опять же смотрим в чем отличие то что вы делаете от того что делает тот у кого получается прям сравниваем по-честному разбираем и усваиваем это еще мне кажется огромная деяющая дара жизни каждого человека это то что постоянно есть миллиард дел которые высасывают твое время ни на что не влияет то есть просто текучка какая-то и которой можно заниматься всю жизнь просто заниматься ничего не изменится то есть ты делаешь работу которую вообще не видно которая вроде как и нужна но она не на что не влияет не меняет твою жизнь к лучшему и вот если все важно оставлять на потом типа я вот это все фигню сначала я должна сделать а вот что это важно крутое то что может изменить здесь если останется время вот это не подходит и надо приоритет и расставлять первым делом важно то есть пример можно лин целый день готовить кастрюлю борща вот целый день и это потом все сожрали и опять в нет времени потому что опять надо что-то чем-то заниматься что вообще не наш ну копеечная что-то там драть квартиру постоянно а то есть она вечно и то есть можно в принципе всю жизнь на вот эти домашние дела ложить это неплохо если вы в этом счастлива но если вы резите о другом то все я там могу каши сварить всем то есть каша у нас мясо овощ и не обязательно что я это буду заворачивать в рулетике странным фаршиком и там что-то вот так вот цельное зерно что может быть полезнее сварено ну то есть это не каждый день у нас еще няня готовит но в целом если выбираю что я могу день посвятить чему-то важа могу целый день готовить убираем все уборка делегированная готовка что-то такое полезное но что требует меньше времени а каша там какой-нибудь запеченное мясо огурчики быстренько салатик то есть обязательно клетчатка вот это типа минимум времени все остальное я потрачу на то что реальное решает то что кроме меня никто не сделал плоды чего я вижу в долгосрочной перспективе а иначе ну то есть все вот так вот резать чекать снижать стоимость времени своего и выделять время на самое важное первую очередь еще сложность в том понять что это важно так чтобы она присутствовала робот что-то новенькое для продвижения себя осмотреть что зайдет не зайдет отслеживать динамику то есть я допустим могу блин это короче выступление одного человека давно болталки не снимала могу записывать показатели которые для меня важны в тетрадку сравниваю их то есть вот я начала что-то делать новенькое например и сравниваю записывая от месяца к месяцу что меняется и сравнивала ага если я вижу что у меня там график вверх то есть я понимаю что вот эти инструменты они мне помогают а если этом что-то очень временно это тратить что-то пробую и она ну чисто статистическая погрешность полнима что надо что-то менять это мне кажется самое важное потому что даже мама к нам в гости приезжают, и я вот это вижу, как у нее такой взгляд на жизнь, что она может все время заниматься вот этими делами, которые вообще ни на что не влияют. Меня тоже там пытается как-то ругать, если я на что-то другое трачу. Она такая, что? А где 4 блюда приготовленные? Вот это можно сюда раздать, это сюда. То есть ты что-то сделаешь, что не сделаешь. Результат одинаковый, но при этом я могу реально выделить что-то важное, крутое, и на это направить свою энергию. А вот это вот сделать, пускай не идеально и не супер круто, потому что в сутках всего 24 часа, приходится выбирать, а что делать. Ну, в общем, мне кажется, правильная расстановка приоритетов, это чуть ли не самое важное в жизни. Правильно. Я вас слушала, не знаю, как подписчики, я согласна. Ну, не знаю, надеюсь, поможет, просто надо вот так вот соотнести, что можно делать. Конкретно в вашем случае, если вы хотите больше клиентов поднимать цены. Смотреть примеры ребят, которые, ну, залетают-взлетают, что они делают, ловить их вайп. Но можно, еще же смысл в том, что можно именно свой изюм добавлять, делать это со своим характером особенно, что это тоже может быть по-новому, но тема прекрасна, что, например, так еще не было. То есть все там, в основном, например, визажисты такие очень стремляются к гламуру, как-то это, наверное, само собой происходит. Можно там более какой-то домашний вайп добавить, дружеский такое, что-то уютненькое. Мне кажется, это у вас есть. И это будет, ну, тоже какая-то фишечка. В общем, вот так. Мы тенями форму выстраиваем, да? Да. Треугольничек такой. Да, вот, когда хотят лисить, вгляд, получается, то что идет отсюда направление и немножко сюда. И сразу я пытаюсь не вот так вот растушевать, а потом подтирать, а сразу же как вот этот треугольчик. Бесходно. Ну, грубо говоря, как стрелочка наша идет. Вот тоже я, когда в Москву переезжала, столько слышала препятствий от близких, там, то что, то что. И вот начинают нарезать проблемы, которые на самом деле решаются. То есть надо уметь выделить для себя глобальное и не давать всякой шелухе тебя остановить. Я не про родственников. У меня это проблемы, вот эти мелкие, которые вокруг этого постоянно витают, вокруг любого дела. Если ты мыслишь от них, они тебя реально могут тормозить. А надо мыслить от глобального. То есть сбуряемся в важное, что это глобальное. А ерунду, которая вокруг летает, проблемки, спросы, которые надо решать, попутно решаем, не смещая акцент с главным. Посерединке оставляем блик такой. Да, если я, насколько помню, да, у нас было там матовое. Да, не фоткали себе? Может, фоткайте? Да нет, там плюс-минус что-то породила. Обычно референс не фоткайте. Как бы не особо фотографировала, обычно я прошу, чтобы мне скинули, но все за счет того, что на четырех работах я забыла попросить референс. Мне сказали, завтра макияж, не забудь, я такая фотка. Нет, вот сейчас зона есть. А сейчас я помню, я говорю, что похуже я делала. Получается, у нас фиолетово по краям, это идет как смокиса с бликом, то есть одинаково с двух сторон, посередине, как у нас блик матовый был. А можете пожесточайок мне дать? Да, выпаду сейчас стульчиков. Спасибо большое. Пью горячий черный чай без сахара. Мне так нравится терпкий вкус. Я уже просто есть хочу, он хорошо помогает. Чувство заполнения желудка дает. Можем сгонять за сэндвичем. Я просто худею. И то хорошо выглядит. Спасибо. Ну вот я просто набрала 5 килограмм, потому что я перестала взвешиваться. И на бусте я рассказала эту грустную, печальную историю о том, как я разжирела. Набрала вес, которого у меня миллиард лет не было, потому что я пересела на интуитивное обитание. Но, как оказалось, со многими это не работает. В общем, теперь я стараюсь очень осмысленно подходить ко всему. Опять я это вернула. И все подряд не есть, потому что тоже потом ты сталкиваешься с реальностью. Хоть ты от нее как бы не убегал во время приемов еды. Кстати, знаете, что я еще заметила в москве? Что многие, когда, например, красят... Я еще бровист и стилист по укладкам легким. То есть локоны, пучки, потому что каждому человеку хочется прийти в одно место и все сделать. Я такое на лайте, скажем так, изучала. И каждый раз я сажу клиента напротив зеркала. И почему-то у многих это... А зачем? Я такая, в смысле? Потому что я вижу здесь и что я вижу... Ой, извините, вижу там. Это разные вещи. И каждый раз, куда Бенни пошла работать, я сменила очень много салонов. И для всех было странно, почему я разворачиваю к зеркалу. Я только в Москве это вижу. У нас, наоборот, всегда говорят, ставьте зеркало, ставьте зеркало. Зеркало обязательно должно быть. А здесь почему-то... Зачем тебе зеркало? Ну, действительно, зачем мне зеркало? Я думала, зеркало, чтобы клиент себя видел. А получается, вы для себя делаете больше. И клиент, чтобы видел, потому что многим страшно, да, чтобы вот это из разряда тебя поворачивают и ты такой, ну, посидки. Чтобы клиент себя видел. И, разумеется, я себя тоже перепроверяю. Что может быть одна сторона светлее, другая темнее. Либо один к височку, другой к ушку. То есть, это все для перепроверки себя еще. Много салона сменила. Почему? Не хочу никого сейчас нет. Интересно, вот подноготная работа в салонах. Я же с одной стороны как клиент вижу, а вот вы как визажист. Где-то заработная плата не устраивала, где-то постоянные акции, скидки и так далее. Но я считаю, что скидки привлекают не тот контингент, которого бы вы хотели. Потому что эти люди в основном часто приходят только на скидки. И это есть небольшой минус. Потому что я часто замечала, что ко мне пришла как-то клиентка на брови. И она сказала, ой, я в прошлый раз у вас была, у вас была тоже на что-то скидка акция. И вот сейчас у вас скидка, я опять к вам пришла. Я говорю, а так вы ходите? Нет, вы мне когда звоните насчет скидок, тогда я прихожу. Я такая, ну ладно. Что удивляет в этом? То, что клиент к тебе не придет, пока ты не сделаешь скидку. Ко мне часто говорят, ой, спасибо за шикарные брови, спасибо то, спасибо это. Но человек будет принципиально ждать скидки. То есть он пройдет полгода, пройдет год, он будет ждать этого. Девушка, которая у меня была, она была полгода назад на бровях и ждала, пока будет скидка, и снова пришла ко мне. И получается, материалы все твои, а материалы отнюдь не дешевые. И, грубо говоря, к тебе клиент приходит за 500 рублей, а ты даже не знаешь об этом. Ты узнаешь это на кассе, что ему еще и ботекс бесплатно, еще то, 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 и это за 500 рублей. Из твоих, которые будут только 250. И ты такой, что, вроде не эконом-сегмент. Ну это как бы накладненько было. По факту даже и материал не окупается. Не, ну если настолько большие скидки, то да. Ну вот настолько были большие, вот пытались привлечь как можно больше клиентов, как можно больше... За счет мастеров, по факту. Да, из-за этого я ушла. В основном все как бы на деньги, потому что в салон-то я прихожу работать, а не друзей искать. Просто сейчас в целом же с доходами у всех по-разному, ну у многих сложно. И поэтому ничего удивительного, я думаю, что люди... Ну это же типа не первая необходимость брови. И просто вот готовы выделить какую-то сумму в бюджете, а больше, например, нет возможности. Или есть, но тебе приходится от чего-то другого оторвать, может быть более важно. Ну если брови не нужны, даже со скидкой не даром не нужны, ну вот со скидкой уже, допустим, готова. То есть сам факт, что со скидкой, мне кажется, это ничего страшного. Ну ничего страшного. Но просто это должна быть такая сумма, которая все равно остается интересной и мастеру, и салону. Суть в том, что мастеров не предупреждали, что будет скидка. Ну вот это, да, плохо. И не согласовывали цену, которая, если уже в мастера в минус уводит, это, конечно, плохо. Да, вот к сожалению, было именно так просто. Поэтому мне было невыгодно. По факту узнавала о скидке я либо от самого клиента, либо уже на ресепшене, да, ты в голове посчитал одну сумму, потому что как бы все зависят от заработка. И тебе говорят, ну мы тебе клиентов так привлекаем. Такой, спасибо, почему ущерб мне? Потому что я всегда говорю то, что понадобится купить тональный крем, краску какую-то, что-то, что-то. А грубо говоря, ты даже, ну не отобьешь это за весь день. Так как я в одном салоне сказала, мне говорят, купи бронзер. У меня, знаешь, честно, бронзера нет. И мне говорят, купи бронзер. Я говорю, я не могу себе, к сожалению, позволить бронзер. С вашей зарплатой, я так и сказала. Он говорит, ну купи дешевый. Я говорю, ну вы видите, у меня Estee Lauder, у меня Inglot, у меня то, то, то. Я куплю катриза 300 рублей. Говорю, ну я не могу. Это надо себя переослить. Так купили или нет? Или это недавно было? Пока нет. Это недавно было и пока нет, потому что я уже подобрала себе разного бренда, и оно все стоит от 6 тысяч, поэтому пока нет. Ну и все идет к этому. Пока все-таки кондиционер мне нужнее оказался. Я не думала, что будет так жарко и будет так влажно. В Москве, да? Да, у нас это 90% влажность. Но это, знаете, из-за разряда ты выходишь, ты уже мокрый. А здесь почему-то ты прошел все пять минут, и через пять минут ты уже мокрый. Да, еще может более легко одежду? Нет. Мне кажется, это спасение, потому что мне в футболке жарко. Вы как с длинным рукавом выживаете? Я не знаю. Было нормально. Как искали салоны? Отзывались на объявления или прям ходили ножками? На объявления, в авито, хохору, то есть все туда. Размещали свои услуги? Да, тоже размещала свои услуги. Где больше всего отклик? На какой площадке? Наверное, на хохору, но приходится неделю ждать, несколько дней, такое, то есть нет такого, что откликнулись и все, все замечательно. Нет, они могут откликнуться просто в течение даже месяца, грубо говоря. Вроде срочно требуется визажист, бла-бла-бла. А HeadHunter? Да, да, да. Там через две недели только. Вас пригласили на собеседование. Для меня странно, что так же на HeadHunter написано одна сумма, приходишь, по факту другое. Меньше. Конечно. То есть там-то какая-нибудь максимум, если работать без выходных, в трясвене, да. И свои клиенты. Тогда да, у вас будет хорошая заработная плата. А вот реально в салонах в среднем по Москве какое решение? Среднее, наверное, ну, будешь, будет около 50. 50, если прям среднее. Целый день выходить, если... Ну, на весь день с 10 до 10-15 дней. Вот 50. Но когда ты хороший мастер, все же зависит от клиентской базы. Когда ты хороший мастер, у тебя уже будет побольше. Кстати, хорошая палетка, тоже хочу порекомендовать. Айда Пушкин, Beauty Guru. Красивый, мне нравится румяна. Тоже как бронзер, тоже скульптор холодный и хайлайтер. Я вот люблю вот такие вот палетки. Не когда по одному покупаешь, а вот когда есть все. Покупала я, по-моему, в Ле Туале. Хочу плавненькую дымочку. То есть скоро стушевать, да? Конечно. Нас кошечку делаем, кошечка до конца. Готовлюсь уже еще к молотовой. На тот случай рядом стою шпателечком. Все на нашу палитру. И добавила немножко растворитель для того, чтобы был более стойкий и более подвижная подводка. Супер. Сейчас будем рисовать стрелки. Главное не каратузки. Не люблю каратузки. Я скажу, я хоть много раз сделала макияж под камерами, но все равно я нервничаю. Я скажу так. Все по памяти делайте, да? В референс не подглядывайте. Не, ну в любом случае придется подглянуть. Пока верхушку я помню. Снизушка чуть-чуть запамятовала, но верхушку я помню. Слово какое старое. Запамятовала. Я, кстати, вчера была на маникюре-педикюре и мне сделали брови в подарок. Покрасили. Так что оцените, как вам. Салон не дешевый в сити расположен. В общем, буквально один день прошел. А вы кожу тоже окрашивали? Ну, вроде да. Но я не увидела, что мы с кожей как-то окрасились. Больше волоски. Рождение стрелочки нам выдаем. Снизу, подчеркиваю, консилером. Не подчеркиваю, а делаю ее поровнее. Напомню. Трясущими руками все делаю. Но он, в самом деле, почти всегда в зажистке, если меня узнает, у него трясутся руки. Просто сегодня я прям этого не ожидала. Я была готова в любой день, но не в этот. Я нужна была сегодня на весь день выйти, но из-за плохого самочувства я сказала, можно я выйду только под клиента, и все. Я когда сюда шла, вас там знали, управляющая, тут мастера. Говорят, Юля, тут Алена, как ты хотела? Я говорю, блин, не сегодня. Но я в любом случае рада. Хоть пока шла от метро сюда, я перенервничала. Я считаю, что нужно быть готовой всегда. Всегда нужно быть готовой к Алене. Вы вообще обрадовались? Нет, я врать не буду, не слишком обрадовалась, поскольку я еще адаптируюсь под климат Москвы. Здесь то жарко, то холодно, то дождь, то что, и у меня с давлением проблемы. Я скажу честно, я не шибко обрадовалась, потому что я боялась, что у меня сейчас начнется жесткое головокружение, у меня еще что-то. Но пока все хорошо, только нервничаю. Так что пока рада. Я тоже рада, что я рада, потому что вижу, как визажистый нервничает. Обычно еще руки леденеют. У меня всегда все, даже без плеча, так же. Да, но это вот когда, видимо, от нервов к спазм случается, каких-то сосудов, и они прям леденющие становятся и трясуются. Ну вот, у 90% такое. Потом нормально, они уже видят, что я не придираюсь, не скандалю. Мы нормально общаемся, они расслабляются. Потом совсем другая атмосфера, нежели вначале. А вначале не знают же, что от меня ожидать, и поэтому все-таки на нервяках. Я когда только пришла сюда в салон, мы переехали, мы были на Дубосековской. Я сказала первое, блогерам не запрещаем снимать, никаких скандалов. Реально я могу сказать, что многие салоны думают, что не имеете права снимать. Кто сказал? И честно говоря, когда в торговых центрах тоже какие-то вывески, съемка запрещена, это как-то... Незаконно, да. Очень странно. А все согласились? По идее, это руководство должно делать, нет? Что вот так вот, у нас такая политика отношения к съемкам, что мы нормально. Все согласились, выборы никого нет, потому что я в свое время очень любила юриспруденцию, психологию, и поэтому я сказала, вот закон разрешает, поэтому все, все сказали, все окна. Супер, мне кажется, каждому салону не хватает такого работника, который просветит тех, кто не читает закон о защите прав потребителей, конституции, вот это вот все. Мне кажется, что есть, просто человек начинает осознавать, у меня не получается, то есть нервничать. Я, например, очень нервничаю, хотя стараюсь не показывать этого, но я очень сильно нервничаю. И просто, скорее всего, человек эмоционально либо не справляется и начинает уже говорить, все, не имеете права, все, все, не хочу и так далее. Либо человек просто знает, что лучше сейчас опозориться и выгонить, чем покажет косметику, либо их сейчас кисти и будет еще лучше. Ну, он чаще всего думает, что боится, что увидит, очень любительский макияж делает, а цена не соответствует, и все. Ему проще быть злыней, который, типа, выгнал блогера, чем вот это вскроется, непрофессионализм. Потому что многие, часто же в салонах работают, те, кто не соображает макияжи, но все остальные, им нормально, то есть они разницу не видят. А когда ты приходишь, каждый день их делаешь, ты же можешь прям по пунктам, обоснованно, если есть косяки, ты их вскрываешь. И, соответственно, ему страшно, что это станет публичным, вот это его неумение какое-то. А если сравнить москвичей и жителей вашего города? Прямо. Москвичам больше все равно на то, как человек выглядит, как ведет себя. Многие могут закрыть глаза. Ну, павтология на многое. У нас нет. У нас город еще немножко зависим, скажу как, знаете, как в 90-х все вот эти решалы. И у нас всегда человек обязан помочь. Если видят, кого-то обижают, человек обязан помочь. Нет, только его прошел мимо. То есть у нас с этим построже будет. А здесь больше твоя хата с краю. То есть бывают моменты, вот тут много девочек с моего региона, и они рассказывают, что проходят, видят, что над кем-то издеваются, кого-то бьют. Я не в драку лезу тоже, чтобы человеку помочь. Если у них, например, москвичи, мужчины, они говорят, нет-нет, это не твое дело, пошли. У нас это в смысле как-то, а как можно пройти мимо, когда человека там обижают? Чем она поможет? Если два мужика дерутся или... Нет, бывает такое, вы знаете как? Мне кажется, это просто муж приезжий так с приезжими ведут себя, потому что я не думаю, что москвич будет человека накапываться. Я, честно сказать, вообще тут не видела. В принципе, по безопасности, он по сравнению с Краснодаром, Краснодаром, который в моей памяти, он как будто бы сильно безопаснее. То есть в Краснодаре я приезжаю, когда даже постоянно ночь в какие-то крики, что что-то происходит, какие-то драки, кому-то помощь нужна. Вот буквально каждому приезд, что я полночи, я вот так вот свисаю с балкона, то есть понять, откуда звук, вызывать, не вызывать полицию, это жуть. И вот просто пройти по улице, если там после, не знаю, девяти уже, ну зимой, когда темно, это прямо на жопу приключено. То есть все к ним могут докопаться просто, там какие-нибудь мальчики гуляют и начинают приставать, машины останавливаться и так далее. Вот в Москве вообще такого нету, хотя здесь вроде бы приезжих много и так далее, но в целом вот в одиннадцать можешь идти, куча людей, ни разу не было, чтобы мы там какую-то драку видели. Я не видела такого. То есть я даже ночные обзоры снимала была. Ты идешь, если это не прям совсем периферия, будут люди по улицам идти и вот ощущение безопасности. То есть я ночью могу в аптеку какую-то пойти. Мне спокойно, что до меня не до... Ну не знаю, и вот такого ни разу не было. То есть в Краснодаре постоянно попутный страх, что что-то произойдет. Может потому, что камеры везде. Но в целом люди, да, как будто бы по свободнее, по современнее. В смысле не обсуждать у кого какая юка, что там с тобой не так, как ты должен жить. Все как-то с собой занимаются. Ну а здесь, да, я скажу, что возможно я тоже вижу очень редко драки. Есть как бы не избежать их. И возможно люди реально боятся скорее кайф, потому что они здесь везде. И остаться незамеченным очень тяжело. Поэтому тут, да, тут человек, наверное, больше думает о том, что будет потом. У нас, поскольку только-только начали везде камеры выстраиваться, скажем так, еще есть где. Из разряда пошли за угол. Зайдем, да, где нет и кажут. Жуть. Ну вот я из моей урной юности Краснодарской помню, поставлю вот эти вот, блин, приключения, идешь, думаешь, как-то будешь отбаваться. То есть я даже подростком была. Я помню, домой возвращалась. Там у меня мама работала. Поздно, я от нее шла домой. И вот там мужика докопались. Они давали мне прийти, хотя мне 14 лет было. И типа, ну видно, что я иду одна, страшно. Ну девочка, подростка. Пытались меня поймать. Представляете, это вообще какой-то кошмар. И вот каждая просто, хотя я, ну как бы не на периферии живу. Где-то там, ну где, допустим, мало людей нет. Недалеко от медиаплазы. Там СБС, вот эти районы. В общем, там много людей, много движухи. Но вот постоянно идешь, все. Кто-то решит обязательно тебе докопаться. Еще попробуй не ответить. Докопаться, что не отвечаешь. Хочешь быстрее уйти, тоже тебе за это попадет. В общем, жесть. Вот тут как-то нет. И вот, кстати, нескольким людям мне плохо становилось. Ну, кто-то падал. Допустим, ну гололед часто, там женщина упала. Вот реально 5 человек останавливаются помочь. Мужчина передо мной упал. Прям, видимо, у него телеприсы, потому что он встать не смог. Ну, такой пожилой. Просто остановилась человек 5. Я в кружочек для закрытого телеграм-канала для бустят снимала. Что вот произошло, и прям, ну, толпа остановилась. Кто-то воду ему под голову вызывает скорую. Потом только работники метро подошли. Это в переходе было. Ну, всегда, когда кому-то плохо, много людей становится помочь. Честно сказать. То есть, я в Краснодаре, помню, одна часто вызывала полицию, ну, лежит дядька, и непонятно, что с ним. Я вызываю, оказывается, он пьяный, меня еще отругают, что, ну, как бы работники вот вынуждены с ним возюкаться. А здесь обычно, если кто-то лежит, уже возле него, пока ты дойдешь, уже народ остановится. Недавно видела, тоже дедушке плохо было. Тоже для закрытого чайника. Ну, просто я там постоянно, каждый день, чаще всего снимаю, что происходит. Ну, то, что как бы на канал не было же, вроде мелкое событие, в Телеграм основной канал. Вроде и влоги, ну, для влога тоже не очень. Ну, в общем, остались 4 скорые. Представляете, 4 скорые были, и мы делали массаж сердца. Почему? Ну, я такая шла, думаю, не буду смотреть, не дай бог, там, ребенок или как-то, ну, ДТП. Потом это все у меня будет так вот перед глазами 100 лет. Но, получилось, там негде было пройти больше, мне пришлось прям рядом. А я еще в МФЦ опаздывала, то есть, ну, не вариант вообще не обойти ничего. С одной стороны здание, с другой дорога, то есть, только одному пути можешь пройти. Плюшка лежала, на которой опираются. Медиков 8, вокруг дефибриллятор, и делали по очереди ему массаж сердца. Остал, хотя оно очевидно, и пожилой человек, 4 скорые стояла, я досняла. Ваши прям, знаете, так приятно, что вроде в некоторых регионах хрен дождешься. Да тут прям видно, что ценность жизни человеческая, как-то это все было прям, в общем, круто. Поэтому я сижу, так хваливаю в склоп. Недавно, кстати, я даже смотрела какой-то репортаж, что там просто кадры в центре, вот я чувствовала, у меня уже сердечки защемило. Как-то я уже выросла, и как мне нравится здесь, насколько реально, куча плюсов. Я вижу, так что ни секунды не жалею, что переехала. Я надеюсь, у вас тоже такое будет. Надеюсь, мне не захитит, что дай визажисту снова. Моли свою историю рассказывает. А мне интересно. Господи, я всегда слушаю историю. А уже можно сказать, что финансово комфортнее стало, чем в своем городе, вот несмотря на расходы, сложности с поиском клиентов? Нет. В своем было попроще. Я, у меня был свой кабинетик, я работала сама на себя, то есть, у меня был поток клиента нормальный, то есть, я зарабатывала плюс-минус 200 тысяч, выше, возможно, здесь пока еще до такого не нашла. Но, скоро, я верю в себя. Расходов там меньше было, да? Конечно, своя квартира, все как бы свое. Так, а теперь низушка, а потом только дорисуем клювики. Можно так, да, сходку, сходку, да. Прямо определенно есть сходство, может быть, немножко поострее здесь форма. Видите, чуть-чуть, как будто поострее, вот это, кошачьи, чем больше, то есть, хвостик такой. Нет, там еще будем, конечно, корректировать, сейчас все зависит от низа, но единственное могу сказать, тут внизу. Я понимаю, что, наверное, фиолетовый карандашик, у меня ничего фиолетового сейчас нет. Поэтому тени они скатаются, и нет, я имею в виду именно на слизистой. На слизистой, да. Я просто не хочу туда добавлять сейчас ничего другого, чтобы там не раздражения было. Я сделаю все то же самое, что снизу, но слизистой лучше просто оставлю без ничего, чем я просто сейчас буду раздражать глаз чем-то. Так, еще плюс жизни в Москве. Раз пошла такая пьянка, что нет бездомных животных. Заметили? Вот в регионах обычно возле каждого дома, сбитые по дороге. Везде, везде собаки, которых шпыняют, там всякие покалеченные, кошки. А тут, ну, практически нет. Есть точечном домах, где открыт подвал, например, и там стоит 80 мисок с едой. И видно, что живут бабушки, которых кормят. Коты жирные, сытые, куча еды, воды, там все это меняется. И это прям редко. Вот так, что по городу, там какая-то собака, вообще ни одной бездомной собаки тут не видела. Ну, просто, видимо, в первую очередь, потому что нет культуры выкидывать на улицу. То есть, все собаки на поводках, никого без поводка не выгуливают. Отдельно площадки, огороженные есть, где можно гулять с собакой. Поэтому, в принципе, к животным серьезнее относятся, им как бы не дают бесконтрольно размножаться. Типа, иди погуляй, прибегай, беременна, да, потом у тебя щенков на мусорку, и все. Ну, что, куда они денутся? Вот так на улицах и живут. А здесь вообще нет такой проблемы. То есть, я в Краснодаре постоянно ходила с едой в сумке. И мне многие сейчас пишут, где ты не кормишь больших кошек? Потому что я их не вижу. Здесь, если живут где-то, у них вообще полные миски с едой. А в основном нет собак, в принципе, например. Ну, каких-то покалеченных, больных я тоже не видела. То есть, мы даже договорились, Сережа, у нас три кошки живут, подобранных с улицы. Мы договорились, что у нас еще есть место для одной. Но мы специально не заводим никого, что раньше у нас четыре были, одна кошечка умирала, у нас тоже с улицы. Была Матильда. И мы вот это место вакантное держим, чтобы вдруг, если найдем какую-нибудь подбииту, мы ее тоже приютим. И вот ее нету. Потому что вот так вот здесь сильно лучше с этим ситуация. А если вы эмпатичные, ну, вот так, не пофиг, то это тоже постоянный стресс. Всех этих животных, покалеченных, выкинутых видеть. Вечно эти кошки, собачки, на мусорке, в коробке и так далее. Просто реальные жизни. Краснодарская. Я тоже за, чтобы подбирать кошечек, собачек. Как-то встала тема, почему ты там не возьмешь себе породистого. Я всегда говорю породистого, и так, и так возьму. А с улицы, либо от дворового, уже не каждый хочет себе дворовое. Да, согласна. Или взрослого, какого-то покалеченного. Да, поэтому я всегда брала себе дворовые, беспородных, никому не нужны. А то сейчас залюбленные все. Ну да, согласна. просто, конечно, всех не возьмешь, если есть, просто принято их выбрасывать. Наряжали, выкинули на мусорку, котят. А тут, видимо, более осознанно относятся, это, конечно, очень круто. То есть, можно сказать, что проблема решена. За пять с лишним лет, шесть, я здесь живу, вот вообще, я с ней не сталкивалась. Это очень круто, просто мечта. Еще могу сказать, что когда я работала у себя в городе, я всегда любила очень яркие образы, яркие макияжи и так далее. И когда я приехала в Москву, я думала, что здесь будет это больше спроса. К сожалению, нет, здесь все просто нють-нють-нють. Я понимаю визажистов, которые говорят, что они носят с собой яркие палетки, потому что реально бессмысленно. У меня, наверное, за год попросили яркий макияж два раза. Хотя макияж плюс-минус, ну, обильненько, то есть, просят. Я вот носила, слава богу, одну яркую свою, вот эту вот палетку, и слава богу, она у меня есть. То есть, больше спрос на коммерческие, коричневые. И мне всегда было обидно, знаете, когда красила ярко. Я не знаю почему, но я это безумно любила. Мне все говорили, типа, мне можно макияж только не как у проститутки? А ты такой, это же красиво! Причем здесь? Ну, я ожидала, что в Москве будет это чаще, потому что все-таки сама родом из Уссуриска, там население около 200 тысяч всего. К сожалению, у меня и то в городе было спроса больше, чем в Москве. Но никто не отменяет, например, делать креативные макияжи для себя, для тех же рилсов, и снимать там до после какие-нибудь такие. Креативники. С подтанцовкой, с треком, какие-то преображения. себя ново видеть, видеть что-то новое, что-то интересное. Почему нет? Коричневые, розовые, да, это общепринято, уже общепринято, считается и фиолетовым. Ну, не прям, конечно, он что-то фиолетовый, понежнее. Я не знаю. Ну да, я имею в виду, что просто если есть желание творческой реализации, можно между работами этим заниматься, если будет время, и использовать для продвижения, для того, чтобы снимать видосики, которые могут проводить клиентов. Красивенько, да. Такая стрелочка у нас получается со ступенькой для новейшего века. Еще у нас называют это крылу ангела. Не знаю, почему такое нежное название. Мне кажется, жирные внутренние не надо делать. Как будто бы хочется, чтобы он такой легенький был, тоненький, аккуратный. Потому что, когда он слишком активный, он немножко и глаза сдвигает, и мрачности, вот такой хмурс, то есть акцентирует вот эту зону. То есть тоненько-тоненько надо максимально. Вот так сокращу их тоже. Пусть они просто будут как контур. То есть без загиба. Ну да, мне кажется, вот так красивее. Когда они вниз сильно не заходят, да? Ну, бровки плюс-минус будем украсить, какой цвет есть, потому что... Не делаю теплый, не делаю сильно холодный. Ага. Делаю что-то ближе к нейтральному, чтобы... Смотрелось. И буду делать их полегче, не буду слишком тяжелые делать. У вас свои тьфу-тьфа густые, хорошие, поэтому... Тьфу-тьфу-тьфу. Я давно не слышала. Я всегда так говорю, потому что у нас такая шикарная экология. Стоит один раз заикнуться. Про что? Например, вода. У меня здесь очень начали лететь брови, ресницы, волосы. Поэтому у меня это больная тема, и я каждый раз делаю тьфу-тьфу-тьфу. По дереву не стучить. Что, осталось у нас? Хайлайтер. Леснички и губки. Хайлайтер из палетки. Смешбокс. Подстрелку. Подстрелка на верхнюю часть скулы. А, кстати, хочу замечание сделать. Я знаю, что никому не нужно мнение, но я его скажу. Часто многие, когда рисуют себе скулы, они втягивают в себя щечки и думают, что вот тут нужно рисовать. Забывая о том, что здесь именно впадина, зубная впадина, а скулы у нас гораздо выше. Это, кстати, ошибка многих, и получается лицо как будто обвисшее. Это вот тоже часто замечала в ваших обзорах. Кардашин коррекцию такой легкой. Добавить можно, всегда сказала, лучше добавить, чем потом пытаться это стереть. Вот сделала не прям сильно яркую. Может, это на фоне глаз так кажется, конечно, потому что у нас и тон тоже не слишком. Я старалась так сделать его полегче, как вы сказали, тем более сейчас жарко. Добавить можно в любом случае. Но с ней корректируете? Добавила тени, когда делала вон скулы, чуть-чуть добавила, скажем так, остатками роскоши на кисточке. Как? Накрасим губок. Я звоню. Увеличим верхнюю. Что для этого нам понадобится? Сейчас еще карандашик подходящий. Карандашки, честно скажу, у меня недорогие. Лично у меня они очень большой расход. Да у всех, я думаю. Я просто слышала как-то в одном обзоре, честно говоря, я не помню у кого, что типа карандаши не должны быть дешевыми. Я думаю, блин, я так не напасусь. Не напасусь. Да. Вот у вас, кстати, нижняя губка чуть больше, чем верхняя. У меня от природы я врать не буду, сделала. У меня наоборот. Это была такая редкая, что когда я пошла себе губки делать, они мне увеличивали верхнюю. Я говорю, зачем? Она и так большая. Говорят, ну и удобнее. Еще нравится, что можно действительно увеличить, потому что у меня выпуклое. У меня не увеличить, к сожалению. Будет очень заметно у вас. Прям красиво так ровненько все. Очень нравится от Шик. Это румяна, но я их также использую как тинт. Как будто-то не сушить, мне просто лучше что-то увлажняющее, чтобы куриной жопки не получилось. Ему вроде долго увлажняли. Я думаю, что оно сильно не будет подсушивать. В любом случае можно их смешать с бальзамом. Так вот мы перемешали все в кашице. У него красивый, получается нежный оттеночек. Также хочу сказать, что многие визажисты забывают прокрашивать вот эту вот часть. Часто, когда девушка постеснялась, может, там бокал шампанского выпила, либо просто склонна в красноте, часто вот этот петалишко. вот этот петал человек проработает, то он не краснеет, не выдает. Ну не так сильно, там хотя бы если краснеет, то краснеет все лицо и все, скажем так, совокупности. Равномерно. Да, а так получается вот эта часть, на ней ничего нет, она прям такая красненькая, а другой розовенькая. У глаза бросается. Сразу видно. Опытного человека, который такие нюансы знает, которые, ну, в голову могут не пройти. Так, сейчас насчет туши. Я от старой туши оставила себе, я просто ее спиртую после каждого клиента, потому что все-таки тушь, она уникальна за счет щеточки. Да. Я ее всегда спиртую после каждого клиента. Обязательно. Кстати, вот первый человек, по-моему, который реально это где? То есть я слышала мне рассказывала, что можно от старых тушей хранить щеточки и просто так же их мыть, как кисти. Да? Я именно так делала, потому что, ну, мне, например, неудобно такое. Она не всем подходит. А здесь силиконовая плюс-минус, да, она подходит многим. Сначала красим, потом наклеиваем, да. Ну, как бы ошибки нет, если наоборот. Очень хочу, у вас свои-таки ресницы шикарные, или будет реклама какого-то чудо-средства, и я куплю первое, я страдаю этим. Но есть же севератки для того, чтобы ресницы отращивать. Ну, не всем, мне, например, ничего не помогало. От касторового масла, знаете, у меня, короче, случился ожог, у меня вылетели все брови и ресницы. Правда? Да. А напалёна была, или как? Нет, просто у меня так среагировала кожа. А потом мне сказали, что касторовое масло мы вообще специально пользовались, чтобы подсушить, натоптыш, срезать. Не просто кладись народных рецептов. То есть ещё легко отделались. Ещё легко отделалась. Часто, когда у меня отпечатывается там слизисто, когда мы верхнюю прокрашиваем, либо тени, вот на глазках снизу остаётся. Лучше в конце уже макияжи протереть, и всё будет хорошо. Как раз уже везде всё засохнет, уже не будет отпечатываться. Красивенько, да, получается. Мне нравится. Вот украшающая. Я просто слышала, когда вы ещё на негатив, на не очень макияж говорили, ну да, прикольненько. Я сейчас думаю, да в какой-то ключе сказал. Я не говорю украшающая. Я могу сказать, когда непонятно, что сказать, и когда ясно, что визажисту ты не объяснишь, что если он не видит разницы. Я в несколько раз в момент макияжа пытаюсь его направить, а если понятно, что у него нет насмотра, то есть бесполезно, он просто расстроится, и всё. Это просто будет выглядеть как придирки. Кстати, хочу ещё реснички показать как раз кто начинающий, визажист и так далее. Я купила на Валберес. Мне что нравится, здесь разные реснички, разные длины, разные формы и так далее. Это будет выгоднее вам купить за 500 рублей, чем когда мы покупаем там, например, 8 миллиметров, 10-12, вот такие вот маленькие. Мы там набираем, грубо говоря, на 1000, на 1500 одинаковых. Мне вот очень нравится. Разные, да? Мне нравится, знаете, когда вот такой выраженный эффект, вытянутый глаз, да? Может быть, даже вот эти слипшиеся сюда лучики такие. У хороших. Ну, прям лучиков-лищик, конечно, у меня здесь нет. А вот эти? Ну, вот эти, да, я как раз и собиралась наклеить. Просто есть такие, которые как Элли сгиб. Они как нарощенные смотрятся. А крем в комплекте идёт? Да, но я пользуюсь другим клеем, потому что он застывает и реально может держаться. Есть люди, которые любят снить макияж, и чтобы ещё сутки продержались если немножечко, ну, как бы, ну, спокойных можно снять. То есть не вырвите со своими. И что мне нравится в этих ресничках, они... Лента сама достаточно длинная. То есть она заменяет 2-3 пучка. То же, что и по времени экономично, и размер по лёгкости. Только во внешний уголочек? Ну, я обычно как минимум, но на 2-3 глаза наношу. Здесь прям сильно не стараюсь, потому что бывает глаза раз, и вниз упали. И могу, например, на внешний угол добавить 2, чтобы там было погуще, и чуть-чуть вот на стрелочку, скажем так, упор был. Кстати, пинцетик был тоже в комплекте, вот этот. Что за производитель? Не будем делать чекову. Просто... Там 2, да, снаружи? Один на другой? Да. Что ещё осталось? Немножко чуть-чуть подправить, и всё. И мы уложились 2 часа. Супер, да. С разговорчиками. Сделаем контрольное сравнение. Давайте. Здесь, конечно, прям холодно-фиолетовый. У меня, к сожалению, его не было, и я постаралась делать своими фиолетовыми оттенками примерно похожие. То есть, понятно, на референции он прям фиолетовый-фиолетовый, у нас ближе к розу. Зато у нас голосом больше подходит. А есть такое, смотрите, что как будто бы здесь больше светлого расстояния от брови до глаза, до начала фиолетового. То есть, фиолетовый, он прям идёт вот так вот по складочке, низенько. А у нас почти под бровь. Ну, я лично сделала это под ваши глаза, как вижу я. Конечно, я могу это убрать, но вот эта часть, я боюсь, станет просто потяжелее вот так. Поэтому, поскольку у нас здесь корточка, я нанесла чуть меньше. Ну, лично я вижу так. Ну, у неё, по идее, вот там пусто, да, вот в этой части, и она тоже красиво выглядит. Можно это всё высветлить? То есть, в этом выглядит? А можем вот так вот, если мы его занизим, и сравнить, что лучше? Потому что мне просто все сто процентов визажиста мне рисуют под бровь. И хотя я прошу низенько, ну, низенько, и вот все по-своему объясняют, что у меня там большое пространство, что они так видят. Но оно запутрится? Да, ну, не скажу, что прям капец, как запутрится, но станет посветлее, и станет уже наглядно видно. Нет, тональным кремом убирается всё. Мне кажется, что он более современно выглядит, когда цвет не до бровей. Как скажете? Вот так вот, когда он пониже. Я люблю всегда работать с клиентами сообща. То есть, не так я визажист так вижу, когда мне говорят, я адекватно отношусь к критике, я адекватно отношусь к просьбам. Потому что я говорю, я вижу вас вот так, вы видите себя вот так. А вот если есть референс, всё равно чуть-чуть вы меняете, получается? Всё равно, как бы, я делаю всё равно больше под свой вкус, под своё видение. Скажем так, потому что часто бывает, приносят референс Хали Джейн, да, клиент не слишком похож на Хали Джейн. Не буду это говорить. Всем прекрасно. Разумеется, как бы уже подстраиваешь. Угу. У кого что болит называется? Алена очень голодная. Просто форму, мне кажется, можно же перенести? Можно. Ну, наверное, ещё остались вот эти привычки какие-то свои, скажем так. Да, вот мне кажется, когда он вытянуто больше, он круче выглядит, прям современнее. Самое главное, чтобы визажист слушал клиента. Нет такого, ну, а я вижу так. Мне сказали, вы сказали, я считаю так. Всё ок. Я могу это сделать, но в случае был такой момент, когда мне девушка говорит, делайте так, делайте так. Хотя я ей объясняю, что на вас, возможно, это будет смотреться не так выигрышно. Я меняю, и она говорит, ну да, мне не идёт. Сделайте по-другому. Так, последние штришки, всё готово. Предлагаю ещё припудрить хорошо вот эту вот липкую-то зону. Дживанши, форево. Мне кажется, да, что макияж прям украшает, красивый. Уколочки тоже вот эту графику создаёт, да, то, что... Аккуратненько пришлёпываю. Ух, эти штришки. Зато я могу сказать гордо, я пришлёпываю. Будем коррекцию усиливать на ваш вкус, как думаете? Ну, учитывая, что сейчас день, я бы, например, я же чуть-чуть её добавила. Совсем капелюшечку. Можно её добавить, я всегда говорила, что добавить всегда проще, чем убавить. Можно добавить, но я бы, например, на этом этапе оставила бы так. Но если Алена думает иначе, я... Я поняла. давайте на ваш вкус ориентироваться. Если хотите, можете свой профиль в какой-нибудь социальной сети показать. Вдруг кто-то решит подписаться на вас. Надеюсь, что людям понравится. Я думаю, что да. Тут, видите, даже красивенько вышло и украшают меня. И самое главное, что вы открыто какие-то истории рассказываете, не пугаетесь. Несмотря на то, что это не очень удобно и рисовать, и рассказывать, но это пошли, и так доброжелательно себя ведете. Потому что зрители, они воспринимают зачастую отношение ко мне как к себе, потому что они же это смотрят. И когда ко мне как-то относятся, ну, они прочувствуют это. И наоборот, когда хорошо, то они тоже это очень близко к сердцу могут воспринимать. И поэтому сразу проникаешься симпатией к человеку, который доброжелательно относится, что-то готов искренне там рассказать. Провочают, они часто встречаются. Хочу показать. Пользуюсь моментом. И хочу показать также, что яркие работы, все есть. То есть прям вели, можно сказать? Да, вели, вела. Все могу, все умею. Вот здесь на себе пробовала. Ну, знаете, в последнее время, не знаю, с возрастом века опускается, я не могу на все стрелки смотреть. То есть все есть. А сколько это было назад, примерно? 20 килограмм назад. Ну, тогда дело не в возрасте, получается, да. Может, тоже, да. И называется профиль вот так. Дюмирамуа. И здесь тоже такой креатив. В общем, ребят, кому интересно, то можете найти, посмотреть работу, отписаться и все остальное. Ну, в общем, вот такое спасибо большое за макияж. Мне кажется, что он прям красивенький. Украшающие реснички, красиво. Это тут редкий случай, когда я его не буду стирать. На самом деле, 90 процентов. Я еду в машину, в такси, у меня всего косметичка, я все это удаляю. Но половица всегда, да. Так что все, спасибо, ребят. Оставляйте комментарии, как вам макияж. Другим мастерам, которые боятся, устраивают скандалы, на заметку. Смотрите, как классно можно с профилом выйти в ситуацию. Живите с Уссурийска в Москву ради этого момента. В том числе. Все, целую вас. Все хорошо, да. Очень красивенько получилось. Я очень рада. Приходите к нам еще. Так, а какая стоимость? 4675 рублей. У вас в честь первого посещения? 15% скидка. А так 5500. Обычно макияж, но сегодня 4675, да. Второй визит уже 5500 будет, верно? Второй визит будет 5500 в вечернем макияже. Кроме как первого посещения, то есть у нас есть комплексы услуг. Если, например, вы приходите на макияж к парикмахеру и, например, там на брови, то в таком случае у вас там будет скидка 10%. Все, большое спасибо. Ребят, недавно у меня дома начали пропадать деньги и вещи. Мы провели собственное расследование. Оказалось, что клинер, который у нас занималась уборкой, ворует. Я сняла об этом длинное полуторачасовое видео, уже доступное на Boosty и Patreon. Ссылка в закрепленном комментарии. Но 15 августа на Boosty и Patreon я разыграю iPhone 15. Будет 3 победителя, двум другим отправятся по 10 тысяч рублей на карту РФ. Обязательно подписывайтесь и участвуйте. Что, делаем вывод? Сегодня тут редкий случай, когда не надо было напрягаться, переживать, думать, выгонять, не выгонять. И бороться с каким-то подспутным раздражением или мастера, или любых сотрудников. Потому что иногда бывает мастер лояль, а вокруг все равно ходят и стрелами метают вот так взгляд. Но когда уже уйдешь? Или там со своей камерой сидишь, мимо не пройти, потому что в кадр попадаешь? Сегодня вообще все такие милахи. Супер доброжелательно относились на каждом этапе. Ну и мастер, конечно, гвоздь программы, потому что она отвечала на все вопросы, ну очень такая, хотя она переживала, да, такая непосредственная, расслабленная, искренняя. Это, конечно, очень ценно. Что касается макияжа, то я думаю, что он красивенько получился. И решают здесь стрелки красивые, потому что они, видите, очень сложно реализованы, то есть это ступеньки. Тоненький кончик, при этом по стрелкам сразу видно, насколько профессиональный мастер. Здесь они, видите, какие аккуратные. аккуратный уголок, такой не горгоний клюв, потому что иногда мне вот эти нарисуют толстые внутренние уголки, которые глаза сдвигают друг к другу. И ты просто, ну как будто сразу очень хмурая, такая злая, вот такая женщина. Хотя ничего не поменялось, просто вот эти клювы какие-то толстенные сделали, и все, сосиски. Кончик стрелочки тоже очень аккуратный, тонкий. Губы нам увеличили немножко по бокам, но из-за того, что карандаш светлый, в целом смотрится, ну, довольно легко. То есть не какие-то тяжелые бубежки. Хотя я бы увеличила больше вот эту арку. Что еще? Расширили немножко брови, реснички красиво, мне нравятся тоже, как наклеили. Но в общем, больше, наверное, решают ресницы красивые, стрелки, и отсутствие ненужных акцентов. Потому что вот такой макияж, как я говорю, очень легко вести вульгарный. Я бы, конечно, еще, ну, мой любимый вариант, когда цвет очень низенько расположен, прям еще бы высветлила под бровью, так, чтобы фиолетовый заканчивался у нас на складке, где-то вот это вот место непосредственно, где я смотрю вперед, да, и уже он исчезает. О, блин, супер объяснение. Ну, в общем, надеюсь, понятно стало. Потому что, когда его много, фиолетового, но сегодня, в принципе, его немного, но я думаю, если бы мы еще бы высветлили, то, может быть, еще более такой фэшн-вариантик получился. Хотя, сейчас тоже классно. Ну, и в целом, супер пример, я думаю, визажиста, который не, она там, видите, готовилась, что вдруг кто-то из блогеров придет. Хотя сегодня, ну, говорит, я не так оделась и палетки не взяла, которые бы хотела взять, да, но при этом у нее все равно яркие цвета, достаточно яркие были. Приняла этот вызов с честью, достоинством и достаточно храброй. Потому что, конечно, всегда это довольно волнительное мероприятие, потому что многие не снимаются, в принципе, никогда там перед камерой так не стояли в качестве практически основного действующего лица, да, это, конечно, непросто. Но вот так вот взять себя в руки, еще выйти с честью из этой ситуации, ну, как бы спасти честь салона, можно сказать, тоже. Это супер. Так что всем другим криворучкам, скандалистам, я думаю, пример. Вот, ровняйте, человек приехал год назад из Уссурийска. И, пожалуйста, знаете вам уже как классно справляется со своей работой, даже в стрессовых ситуациях. В общем, умничка, молодец, хвалю. Макияж тоже, мне кажется, очень достойный. Ну, напишите, как вам. Единственное, знаете, я бы по салону подумала, что просто уже когда у нас стоимость базовая 5500, уже хочется немножко больше от салона люксовых плюшек. Таких, ну, например, что первый раз мне чай сделали, ни единое, ни конфетки, ни печеньки, просто голый чай. Ну, обычно так делают, и то не во всех, но редко где, прямо скажем, в экономе. Потом мне уже в конце программы принесли конфеты какие-то, но классно, когда это бы, в принципе, вот подумать, ну, такую более люксовую подачу происходящую в туалет, тоже можно крем добавить. Каких-то больше вещей, таких статусно комфортных, которые необязательны, но когда уже ценник выше среднего, они предполагаются, что ты приходишь, а у тебя как бы доп-сервис есть какой-то. Вот как будто здесь с этим так сложновато, то есть хотелось бы больше, чтобы тебя этим окутывали, ну, вот в мелочах, которые тебя окружают, да, что там сопровождает твой чай, вот такие вот вещи, какие-то нюансы, потому что иначе, ну, в принципе, локация достаточно дорогая, это Ленинградское шоссе, но в целом салон выглядит скорее от среднего уровня, а ценник выше среднего, в общем, как-то бы докрутить моменты такие, чтобы для тебя, как для клиента, было оправданно платить выше среднего, помимо мастерства визажиста, но все остальное, мне кажется, очень-очень красиво и достойно, напишите ваше мнение, в общем, все, жду вас в комментариях, обнимаю вот так вот, как будто вы маленькие мальчики, все, целую и всем пока!